Какая тут может быть сквозная дорога? Вы посмотрите на наш тротуар, он составляет 60 сантиметров. Мы коляску с ребенком не можем провести 60 сантиметров, а тут еще будет сквозная дорога. Жильцы в шоке, ведь двор и так очень узкий. Им некуда даже поставить свои машины. А тут сразу двухполосная магистраль. Больше всего владельцы квартир переживают за безопасность детей. Кроме жилья, детские сады, школы глухонемых, школы в 80-х, гимназии. То есть район насыщенный. Квартал, где хотят проложить асфальт, окружен улицами Ельки, Новоровского и Курчатова. В этом микрорайоне и без новой дороги в час пик появляются пробки во дворах. Но власти считают, что проезд просто необходим. В первую очередь для экстренных служб. Да и жители со временем скажут спасибо. Но пока что же мнение чиновников и народа не сошлось. У нас только с Елькина 4 въезда, с Курчатова 3 въезда. Я вот посчитал недавно. С Воровского 2, то ли 3 въезда. Причем один из них сквозной. Что не могут доехать пожарные и медики. Это ложь. Проект межквартального проезда уже выносили на публичные слушания в 2018 году. Тогда жители выступили против и дело поставили на стоп. Работы возобновили в конце прошлой недели. Подрядчик пригнал технику и начал убирать плит из пешеходной зоны. По словам работников, до конца праздников они планируют сдать этот объект. Местные жители намерены всеми силами остановить стройку. Они уже обратились за помощью к президенту и главе СК Бастрыкину.